Привет, на своем канале. Я извиняюсь, все еще простуженная, но я думаю, это не будет помехой. Этот обзор будет посвящен моим ноябрьским пустым баночкам. И еще я хотела рассказать потом о двух своих фаворитах. Я подозреваю, что видео будет в двух частях, но оно будет шито. И если кого-то напрягает мой монтаж, то идите в баню. В общем, начну я, наверное, обзор с того, что у меня практически заканчивается. Чтобы не оставлять его на декабрь, потому что буквально на 2-3 применения, а некоторые на одно. В общем, вот такой вот крем Ифрашерский. Это у нас растительный уход для красоты рук. Крем 2 в 1 для красоты рук и ногтей. 75 мл. С арникой. Биоарника, экстракт розы, экстракт рапса, масло рапса и что-то там еще. А, 100% растительный глицерин, без понятия, была ли он растительным или не бывает. В общем, крем для рук неплохой. Я им пользовалась в деревне, когда приезжала летом туда и в сентябре. Потом он у меня одно время таскался в сумочке и уже тут даюзывала просто уже дома. Такой средней густоты консистенции. Сейчас попытаюсь достать. Я вообще его помню, покупала без скидки в Ифрашерке, когда с Аленкой в какой-то раз встречались в Ярике. И что-то мне там такое в подарок давалось непонятное. Вот он тут уже буквально совсем чуть-чуть остается. Впитывается он, в принципе, быстро. Никакого такого липкого эффекта не остается от него. Ну, там, допустим, я могу взять свой смартфон, и он у меня из рук не упадет. Ну, а если вы помыли руки, там, помыли посуду или еще что-то, то все равно потом придется этот крем наносить. Ну, или какой-то другой крем наносить. А так, в принципе, неплохой. Не знаю, как он там особо влияет на ногти. Ногтям, мне кажется, от него ни холодно, ни жарко. Но, может быть, он так влияет, что от того ни холодно, ни жарко, что хуже не становится. Но лучше я как-то не заметила. В общем, вот такой крем. Потом у меня заканчивается супербюджетный дезик. На самом деле у меня еще там тот, который я сама делала, спрей есть. Но уж я решила это доюзать. Это я покупала в Атаке. Это филиала Шаннон, который в городе у нас есть магазин. Тут 50 миллилитров. После вскрытия 12 месяцев. Марки Каждый день. Женский антиперспиран. 24 часа. Светочный бриз. Не знаю насчет там-то точно, но мне кажется, он пахнет довольно нейтрально. Практически неощутимо. Хорошо впитывается. Никаких там следов особых я на одежде не заметила. Ну и действительно, он 24 часа вполне себе держит. В общем, неплохой. Кажется, я ему что-то не тридцать через 6 рублей он там стоит. Такой интересный дизайн. Я чуть не была уверена, что тут 50 миллилитров. Потому что он какой-то сплюзнутый. Но вполне нормальный такой шариковый дезик. Если вдруг приспичило, а денег нету. Или вообще так вот. Я его покупала тогда, просто мне интересно было, что это за дезик. Такой супер дешевый. А у меня заканчивается. Конечно, я понимаю, что оно это вообще не в тему. Это увлажняющее молочко после загара. Забота после солнечного стресса. Загар ровно красивый. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-су. Серия Солнечный Круг. Дениса Зарнин. Это Грин Мама. Это вариация. Кстати, вот внизу даже написано там. Не знаю, будет видно, не видно. Грин Мама. И, кстати, по поводу состава. Здесь еще состав, на удивление, нормальный. Вообще, серия Дениса Зарнин у них немножко отличается. Состав она сама по себе дешевая. Хотя именно Солнечный Круг, оно само по себе дорогое. Оно по цене равняется остальным средствам Грин Мамы, не входящим в Дениса Зарнин. Ну и я так поняла, что у Грин Мамы, вот у них изменился этот гост и состав сам по себе. Потому что тут написано 2012 год уже, вот наклеечка такая. На самом флакончике через бумажку видно, что 2005. И здесь, ну, вообще я его пользовал после душа. У него срок годности на самом деле уже закончился. Но так как Грин Маме он дается обычно на 2-3, иногда 4 месяца с таким запасом, как они сами говорят, тут срок годности был аж до августа, оказывается, 2016 года. Но сейчас у нас конец ноября. В буквальном смысле, 30 ноября. И состав тут неплохой. Тут куджутное масло в самом начале, глицерин. Правда, три каких-то химических элемента между делом затесались. А потом миндальное масло, еще чего-то такое полухимическое. Экстракт зеленого чая, череды, что-то опять химическое, парабены. Причем без ледочки, так что они, скорее всего, химические. Депантенол, витамин Е, какой-то там спирт, эфильное масло лаванды. Еще что-то химическое. И масло мятый перечень в самом конце. Еще, нет, в самом-самом конце у нас экстракт коридуба и ТА. А, без понятия, что такое, но если вы знаете, можете написать в комментариях. Как вот летом его пользовать? Он, в принципе, реально от него есть эффект. Сначала кремом от солнца для загара, потом помылись после загара и этим нанесли. У них раньше еще был где-то для душа, после принятия солнечных ванн. Вот все вместе, оно вообще шикарно действует. Ну и по отдельности тоже неплохо. Я его просто пользовала уже как крем для тела, ну молочко вообще для тела. После душа. Иногда как крем для ног. Оно довольно жидкое, тут буквально, может, на пару раз осталось. И оно так вот, ну, для меня приятно холодит кожу. Я попробую сейчас выдавить. Кап-кап. В общем, на самом деле оно очень жидкое. Прям вот растекается. И снова мы его на лапке. Моя любимая паста у меня заканчивается. Знахарь. Вообще, на самом деле, я не понимаю пасты, какие они хорошие, нехорошие. Мне, по мне, все пасты одинаковые. Ну, по крайней мере, все, которые разные я пробовала. Зубы она чистит, и все. Зубы от нее новые не вырастают. Так что, в чем прелесть и разница, не разница, а паста. Мне кажется, только если цена или там бренд какой-нибудь раскрученный. Потом у меня заканчивается бальзам, который сейчас на мне. Это от Reflame. Вишневый бальзам. Вот такой вот. Кажется, мне его дарила Женька. Ну, и я его в последнее время наношу и на улицу, и на обзоры. Просто поверх бальзама для губ бесцветного. Ну, можно сказать, поверх гигиенички, если так удобно, угодно. Тут буквально, ну, совсем-совсем чуть-чуть осталось. Я думаю, что я его заюзаю. В ближайшие дня 3-4, и чтобы уж не оставлять его на декабре, я его решила сейчас обозреть. У меня тут будильник, на который я замечаю, сколько мне еще говорить осталось. У меня заканчивается крем для лица, который мне пришел от Насте Зарецкой. Привет тебе, если смотришь меня в поменяшках. Это от Бавушки Агафи натуральный дневной увлажняющий крем для лица. За сухой и чувствительной кожей. Лесная малина, шалфей, радиола, розовая. Аптечная формула с биоэкстрактами. Неплохой такой кремик. Тут совсем чуть-чуть осталось. Я его иногда пользовала даже как ночной крем. Иногда в течение дня просто так вот хотелось мне. Иногда вот где-то меня охот усиленно так поцарапал. И то, что под руку попалось, тем она помазала. В общем, хороший крем. Он действительно увлажняет кожу. Особо после некоторых пенок для умывания. Я не знаю, сколько он стоит. Но я подозреваю, это довольно бюджетно. Потому что Бабуся Агафья стоит недорого. Так, и тут у меня еще такой сумочек. В стиле Ифрашевской. Только не знаю, откуда она у меня. Или он хлопок, фиг знает ее. Что первое попалось? Первое попалось мне жидкое снятие лака без ацетона. Домский пальчик. Ей уже, оказывается, она вообще... Я не нашла, сколько там она жизнь. Не должна была жить. Но вот она у меня двухлетней давности. В общем, все тут вообще практически ничего нет. Там какая-то капля си не осталась. Не знаю, ацетон, не ацетон. Правда ли без ацетона? Ну, лак она хорошо смывает. Заодно практически применение. Ну, и ей же я смачивала ватный диск. И удаляла там какие-то лишние, то, что у меня осталось на ногтях. Точнее, на пальцах дальше ногти, если я красила ногти. Так, у меня закончилась, наконец-то, не поверите, вот эта вот пенка, которую я тогда покупала в Эйвен, кажется, чисто, чтобы сделать Женьке приятной. Потому что она хотела какие-то духи по огромной скидке, а там надо было купить эту пенку. В общем, 150 миллилитров. Мне тогда пенка особо не нужна была. У меня до сих пор еще очень много пенок, которые из Белоруссии привезла. В общем, ну, еще там мне кое-что подарила тетя моя. Об этом я потом уже думаю в каких-нибудь других пустых батюшках расскажу. В общем, пенка для умывания, очищения, для нормальной комбинированной кожи. Нутроэффект. Не содержит мыла, подходит для очистительной кожи, протестирована на аллергенность, не содержит парабенный краситель, очищение. Для умывания. Я не знаю, может, она, конечно, там кому-то что-то очищает, но вот мне блеск для губ она нифига не смывала. Помазу она тоже не смывала, и она, вот я болела, она мне ужасно сушила кожу. Когда я не, ну, у меня температуры не было, она просто сушила кожу. Иногда она чуть-чуть подсушивала кожу, вот этот крем меня спасал. В общем, вряд ли я буду еще повторять это чудо природы. Ее действительно очень долго хватает, я ее и по чуть-чуть пробовала, ну, пользовала, просто немножко выдавливала. Иногда у меня на автопилоте выдавливалась прям целая куча. Но пока умываешься, вроде такая приятная, такое ощущение хорошее, только вытер лицо или просто уже перестала умываться, начинаешь ощущать, как кожа стягивается. В общем, если у вас смешанного типа кожа, как у меня, то я бы вам ее не советовала, хоть тут и написано, что это для комбинированной нормальной кожи. Можно для нормальной кожи она и нормальная, но точно не для комбинированной. Хватило мне ее больше, чем на 3 месяца. Так, у меня тут есть, вот такой, это у меня от Заремки подарок был. В общем, это маска, маска такой тряпочкой, она вот тут высохла, вся ее фиг раздолбаешь. Это маска корейская косметика, маска для лица с улиткой 25 миллилитров. Мне кажется, этой маски хватило бы на 2 раза, если бы там была еще какая-нибудь тряпчика, потому что я ее наносила, там еще вот оставалось, она вот. В общем, очень она хорошо пропитана, она такая очень классная увлажняющая маска, действительно, вот Республика Корея сделана, но ее очень много там. Ну, такой прикольный опыт пользования маски с улиткой. В общем, если где увидите, и у вас сухая кожа, или проблемная кожа, или вам хочется себя побаловать, то советую такую маску. Без понятия, сколько стоит. Так, у меня закончились, хоть это и не косметическое средство, тоже от Насти Зарецкой, она мне как-то посылала эти свечки романтические, с розовой, вот тут коробочка осталась, свечки закончились. Классные свечки. Долго горят, реально так, не знаю, часа четыре, наверное, я как-то оставила даже в три разных посвечника, два туфра, шай, не помню, от чего такое сердечко, мы вот они у меня так благоухали. Так, у меня закончился гель для душа, тоже от Насти Зарецкой, тоже из поменяшки. Таласа, или таласа, точно не знаю, как произносится, в общем, таласа терапия, гель для душа, очищающий для ежедневного применения, активизирующий с комплексом морских водорослей, 250 миллилитров. Честно сказать, он мне очень не понравился, вообще его не поняла, он как-то фигово мылился, он был такой голубенький. Нет, конечно, спасибо за возможность попробовать, я вообще про этот таласа узнать не знала, что такое существует, такая марка. Как вот буквально полчаса назад посмотрела ее обзор, там по ссылке, начала, точнее, смотреть обзор посылки от Насти Лукьяновой, и, в общем, ну да, у меня с опозданием все это идет, я, когда руки дойдут, тогда смотрю, как Настя там Зарецка сказала, что вот из посылок только узнает, что про какую-то косметику, вот так же я узнаю, а тут, кстати, написано, вот внизу увидела Лорен, только сейчас заметила. В общем, вот Лорен мне что-то знакомое, а про Таласа только вот от Насти узнала. Я им пользовалась, как уже потом, чисто как жидким мылом, и просто домывала, мыло им уже вот столько-то у меня, наверное, расставало, и больше, чем половину я им домывала посуду. Вот посуду он хорошо моет, а кожу как-то не особо. Такс, думаю, скоро уже заканчивать, болтать и ставить на паузу. У меня закончился и фрошевский гель из элементированной коллекции «Карамельное яблоко». Вообще, не знаю, может, год или два назад он выпускался. Гель для душа, 400 мл, в общем, сделанного Франции. У меня где-то половина была, я вот летом его пользовала, он такой классный, он мне что-то так нравился. Потом я его брала вот в свою эту полку запасливую. Но вот сейчас вот, когда я стала им пользоваться в ноябре, аромат совершенно теряется, его не чувствуешь. Я из него с ним делала пену для ванн, пару раз, наверное. Пена, ну, такая средненькая была. Но сейчас даже практически не ощущается. Аромат очень-очень тоненький. Может, с летом он просто лучше раскрывается, но я что-то его не поняла, он разочаровал меня, и я ему домовала посуду. Это еще было до горчички. Посуду хорошо. Так-с, и перед перерывом сделала, вот у меня закончились вот эти духи, заодно как раз хожу за другими духами, которые я хотела сказать, вот похвалить их, типа как фавориты. Это Эйвон, Секрет фантазии, Вогдерланд или что-то такое, Волшебная страна, наверное. В общем, я их что-то так под конец уделала за месяц, довольно быстро. Все бы ничего, вот эта штучка ослабла, а я ее потом уже дожала так вот сильно, потому что, допустим, я брала их с собой, у меня вот эта штучка сваливалась, и благо оно никуда не нажимало их по сумке, но вот чего-нибудь вот так вот, и оно бы просто выпрыскивалось. Как оно уже пахнет? Оно, не поверите, оно уже никак не пахнет от пузырька, обычно все равно что-то там остается. Ну, в общем, мне кажется, оно ванилькой какой-то пахло, сладенько как-то так. В общем, они мне нравились. Единственный минус, то, что флакон такой непрозрачный, там фиг поймешь, есть там чего, нет там в последнее время на Эйвеновские духи, и вот последние буквально дней 10 я усиленно так пользуюсь. Не, я понимаю, что я болела, но мне все равно приходилось куда-то выходить. Соответственно, я пользовалась это фаровой этот Аленой О, она мне присылала, кажется, в поменяшке, я точно не помню. Ну, в общем, в какой-то посылке от нее было, и, кстати, привет тебе, и не поверите, вот года два назад у меня были такие, в виде такой ручки, не ручки там, или шариковые какие-то духи, вариация тоже фаровой, не медика не понравились, я не помню, зачем я их вообще заказывала, я их в результате подарила Женькиной маме. А тут, когда мне пришли, Женька, вот, типа, они же тебе не нравились, то есть все, а тут я что-то открыла, преснула, знаете, я не могу передать, он немножко такой тяжеловатый, но может быть, он именно на зиму, он мне что-то так понравился. Вот это вот, я вот столько, тут одну треть, я уделала буквально дней за 7. Это, можно сказать, фаворит у духи, да, и вот снова я их стала пользоваться, это вот от Аленки, привет тебе тоже, если смотришь мне это, уник роз, тоже от Эйвен, и летом они для меня пахли розой, иногда даже такой чересчур розой, розой, допустим, чай пуэр с розой, там черный с розовой, такой вот какой-то, чайный розой, даже не знаю, как передать, но если вы пили какой-нибудь, допустим, черный чай с розой, то вот такой вот аромат, сейчас он для меня пахнет, буквально дня 3 назад я его стала пользоваться снова, и сегодня тоже как раз на репетицию его заюзывала, он для меня почему-то пахнет, раскрывается как вот Ирис Нуар, немножко, Ифрошевский, больше даже, ну где-то до 90% он на меня напоминает этот парфюм мужской такой вот, Вейвен весь мужской парфюм, он какой-то одинаковый, допустим, даже есть какой-то в Ифрошеве, такой мужской парфюм, как явно, зелененький такой вот, практически 1 в 1, и на улице он как-то так еще вот на холоде раскрывается, я так иду от самой себя, тащусь, в общем, вот эти два моих фаворита, пока еще не пустые баночки, просто фавориты, но надо же их похвалить, так, у меня закончился ароматизатор роза, палки, я не знаю, может я уже выкинула, баночку просто отположила, это от Насты Зарецкой, она мне послала в какой-то посылке, кажется, вместе вот с теми же розочками, ничего такое, вообще, первый опыт такой, пользования, потому что я как-то никогда, ну на них, их видела вот такие, с палочками смотрела на них, ну как-то у меня руки не находили купить, думаю, что, зачем, ну почему, возле оно там ароматизировать, но оно действительно ароматизировало и по хлородой, точно там палочки есть, да, даже вот эта штучка осталась, кажется, я туда засунула, но забыла, эта штучка у меня, бамбуковая, не бамбуковая, рассанговая, какая-то такая, в общем, интересный такой вариант, ароматизации комнаты, у меня не закончился, но у него закончился срок годности, у него до октября 2016 года, это имитированная коллекция от Ифраши бальзам для губ, марина и шоколад, не помню уже в каком году он издался, может года 2 или 3, 3 назад, наверное, там его очень много, но он очень твердый, такой крепкий при нанесении, мне он просто не подошел, не понравился, и он у меня лежал, я иногда его пользовала, вот сколько тут, практически полностью, ну может быть 1,4 часть, заюзанная, и что-то я не знаю тогда, и дарить просто не знаешь, ну кому отдавать, кто такое пользует, потому что вот Женька, она прозрачные блески пользовала, не знаю как сейчас, а кто-то еще, ну просто не знала, это я там все тащилась от Марины до вишенки, в общем, я попробую сделать сводч, ну в общем, на губах он все-таки давал какой-то цвет, но вот даже по руке, вот он, он крепко как-то так наносится, даже когда лето было, и вроде некоторые помады там талии, и еще что-то, вот с ним вообще такого не было, и он у меня просто выкидывается, я думала еще, может что им порисовать, но это надо чем-то закреплять, в общем, я не знаю, я решила его отправить к праотцам в помойку, это редко бывает, чтобы я помады, или что-то в этом роде отправляла помойку, обычно я их оставляю, я им что-нибудь там молю, это у меня давно уже просрочилась, просто про нее забыла, она у меня что-то лежала в косметичке на самом дне, это палетка бальзамом для губ Пикси, очень, кстати, очень классная, кисточку, правда, забыла, она у меня где-то лежит, но этой кисточкой я наношу просто какие-нибудь блески, и бальзамом для губ, вот просто отдельно ее уже пользую, вот, ну тут понятно, что когда-то я заюзала один такой, он был когда-то мариновым, бальзамчик, сейчас он уже, ну вообще, покупала его на клубнике, и он, кажется, года два или три у него точно прошел все годности, тут такое зеркальце, что-то я не за 500, что-то или за 400 где-то я ее покупала, тогда на распродаже, ну тут некоторые вообще практически не заюзанные, но вот именно малиновый тогда он ушел у меня практически весь, если вдруг увижу где-нибудь, то я ее, соответственно, такую палетку приобрету, ну или похожую именно пикси, ну и в принципе, если вам радуют блески для губ, они, конечно, не термостойкие, в смысле, не особо долго держались, что-нибудь поела, уже блеска нету, но довольно интересное такое решение, так, у меня закончились духи, или туалетная водичка, которую мы с Аленкой, как-то я вообще из ее пинка тогда купила, в Ривгош, как раз кажется, год назад, и сделала как раз эту карту, в общем, это у нас османтус был, сделанного Франции, тут было у нас 30 миллилитров, но что-то они у меня очень быстро, сначала они у меня стояли практически вот, и что-то, ну вообще как-то не шли, а тут я их открыла и уделала, адопт, причем выливала как-то так вот, очень много, когда вот духи говорят, что подходят человеку, когда вот выливаешь на себя дофига, сам не ощущаешь, но народ, возможно, чувствует, в общем, неплохое такие, не знаю, бюджетные, не бюджетные, по-моему, они тогда по скидке были 300 рублей чем-то, наверное, 300 за 30 миллилитров, это бюджетно, не знаю уж, возможно, подобное что-нибудь еще приобрету, а возможно нет, но это вот реально, ну стояла-стояла, есть не просила, тут как-то открыла, думала, надо им дать шанс, ну и они удачно этим шансом воспользуются, у меня наконец-то закончился бочонок, вишневый, это Ари Флейн, который мне на 8 марта дарила моя бывшая сотрудница, года 3 назад, тут у него, ну, 2,5, у него уже срок годности практически подходил к концу, и он наконец-то у меня закончился, я его пользовала как бальзам для гоб, той как раз самой кисточкой от этой пикси, как бальзам для ногтей, локти мазала, у меня тут что-то была, какая-то аллергия, в общем, но он реально хорошо смягчает эти локти, ну, флакончики я, наверное, оставлю для каких-нибудь своих этих опытов, может, сама бальзам какой-нибудь сверганю, воск у меня где-то пчелиный валяется, в общем, сейчас я пользуюсь уже активно бочонок от Аленки, с розой, который тоже ждал своего часа, он у меня закончился, это мне в подарок приходило, когда только-только вышло, этот от Ифраше, маленький миниатюрка гель для душа, поп экзотик, аромат ананас, 50 миллилитров, я и с ним делала пену для вам, где-то вот, чуть меньше половины уюзала, ничего такая пену для вам была, и как гель для душа его использовала, сам по себе гель для душа нормальный, но аромат у него, ну, такого очень слабого ананасика на любителя, я, конечно, ну, не то, чтобы я люблю, не люблю ананас, но, вот, полноценный флакон бы я не стала покупать, духи мне тогда я пробовала, тестировала в бутике Ифраше, мне не понравились совершенно, и помню, Наташа из Германии говорила в каком-то своем обзоре Ифраше, что, ну, компот какой-то, вот реально, какой-то компот, у меня не то, чтобы закончилось, но у нее выходит, вышел уже срок годности, это Ифраше помада, Голосийская, или Голийская, какая-то, короче, роза, приходила она мне в подарок, я ее где-то чуть больше половины уделала, но потом что-то на мне лежало, и плюс у нее аромат как-то испортился, ну, в общем, запах у нее какой-то стал такой вот, очень дешевой, очень советской помадой, может и ничего такого, но что-то, короче, я ее решила тоже, раз у нее в срок того, выкинуть ее, в общем, был у нее вот такой цвет, правда, у меня лапа-то, кожа, мягко говоря, загорела, смугла, и не знаю, насколько он там передает, но я надеюсь, видно, оно, наверное, ближе такого, не знаю, нюдовый, что не нюдовый, и вот я только сейчас заметила, что она с мелким, 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 мелким шиммером, вообще не люблю шиммер, ни гели для душа с блестками, ни это, ни вот это все с блестками, ни лосьоны для тела с блестками, дико меня раздражают, так, мне кажется, у меня засох этот подарочный лак от Avon, который дико полосил желтый Avon, дизельный нейл чего-то там про плюс, 10 миллилитров дона в Англии, мало того, что он засох, ну, как я поняла, что он засох, у меня настолько он засох, что он вообще ни вверх, ни вниз не передвигался, как он лежал у меня в косметичке, так вот и засох, вот так вот, на косе бока, у него эта кисточка вообще отказывалась откручиваться, как я ее только не пыталась, даже этими полоскогубцами, в общем, фиг ей, ну, как сказал однажды Дима, когда я ему сказала про этот лак, типа того, что Avon раскидывает в подарки неликвид, видимо, действительно неликвид, потому что мало того, что он наносился очень ужасно, полосил, он у меня с ногтей-то на руках, у меня быстро лаки слезает, на ногах, на удивление, он две недели держался, при том, что мы тогда с Женькой купаться ходили, и вот тут даже видно, я не знаю, видно ли на камере, там какие-то оранжевые полоски, он, видать, отпрыснул, или что там с ним случилось, без понятия совершенно, ну, конечно, спасибо, Avon, за возможность попробовать, но лучше не надо, так, у меня закончился шампунь от Green Mama, который уже конкретно такая снятость, это серия Concept, шампунь здоровая, баланс, получилось так, что батарея у меня сдохла, хотя вроде я ее нормально заряжала, но зато я тут учудила баррикаду, и я помню, что остановилась на шампуньке, который, повторюсь, для здоровой, баланс и легкость для жирных волос, математика и мята, от Green Mama, снятость, формула Прованса, и она же Ecocept, ну, в общем, была у них такая, серия не серия, но что-то такое, если увидите на Азоне, или где-то еще, может быть, магнит косметик еще продается, то я вам советую, очень хороший шампунь, довольно экономичный, густой, 250 мл после вскрытия 4 месяца, вот на моем срок был до сентября 2017 года, и сделан он в августе 2015, но вот у именно формулы Прованса, у них весь состав идет на латинице, хотя, судя по всему, тут где-то, ну, две трети состава действительно растительного происхождения, так, ну, что хочу сказать, очень хороший, в общем, шампунь, ну, и он у меня был, кажется, второй или третий раз, и очень жаль, что в Гренмане, и вообще, в любых фирмах, как я заметила, очень хорошие продукты, всегда почему-то снимаются, и его, насколько помню, снимали, когда Гренмама переезжала из Франции в Россию, потом возобновляли, и снова сняли, уже не знаю, с чем связано, и будут ли они возобновлять это действие, но хотелось бы, чтобы возобновили, так, вот сюда мы его приткнем, потом, у меня закончился, тоже снятость, тоже от Гренмамы, гель за душа, и ванны, шалфей, и ежевика, ежевика и шалфей, точнее, и тут 400 миллилитров, и впервые я его пользовала, как один раз, правда, как пену для ванн, кстати, очень хорошая пена идет от него, и вот сколько я его раньше пользовалась, у меня были какие-то мелкие ранки на коже, 2-3 применения, то бишь 2-3 раза, душик с ним примите, и ранки у меня зарастали, правда, сейчас у меня есть кот, от которого ранок, быстрее появляются новые, чем зарастают старые, в общем, очень хороший, он, мне кажется, по аромату, и вообще он у них считался, кажется, и мужским, и женским, такой унисексовый, гель для душа, стоил он, кажется, 200 рублей, 218, 180, ну, как-то так, это вот уже после 3-х лет подорожания, раньше, кажется, было за 140, за 160 можно было купить, вполне спокойно, до сих пор, до сих пор еще пахнет и шалфеем, и ежевикой, но для меня он все-таки больше всегда пахнет шалфеем, по составу он, тут точно так же 12-го года, под наклейкой 2005-го, ГОСТ, срок у него был до апреля 2018, сделан в марте этого года, если где увидите, то я вам такой советую, но на сайте его уже давно нету, ни в наборах, никак, ну, тут вода, лаурет, сульфат натрия, правда, помечен как растительного происхождения, без понятия, бывает ли он растительного происхождения, но еще какая-то химическая хренатень, дважды растительного происхождения, хлорид натрия, ПЕК-7, глицерин чего-то там, ПЕК-18, тоже чего-то такое, тоже якобы растительного происхождения, рапсовое масло, хлорид, экстракт березы, кедра, чистотела, розмарина, ежевики, шалфея, ароматизатор, вот знаете, когда вот уже заметила просто, то, что у них ГОСТа 2012 года, мне попадались просто гели для душа 2011 года, когда я только-только начала, Грин Мамой, пользоваться, и начало 2012, там не было такой фигни, как ароматизатор, просто я не понимаю, зачем, если натуральная косметика, и в ней, допустим, все на эфирных маслах, две трети эфирных масел, то зачем туда добавлять ароматизатор, когда, по идее, или эфирное масло, или ароматизатор, что-то одно, в общем, ну, слегка Грин Мама разочаровывает, и жалко, конечно, что такое снимается, и этот я уже заказывала тогда на Озоне, правда, тут, ну, вот оно, может, еще будет видно, в общем, хороший очень гель, он густой, его надолго, хватило, я практически месяц пользовала, с учетом, что у меня тут два ушли сразу в посудомойку, на кухне, то бишь, перебазировались, у меня вот, я там коробочку уже выкинула, но у меня осталось чисто вот такой, как пакетик, это корейской косметики, керасис, мыло обычное такое, кусковое, 100 грамм, от Насти Лукьяновой, привет тебе, и большое спасибо за возможность попробовать, в самом начале, оно очень классно мылилось, такое вот, кремовое какое-то казалось, и где-то оно, когда дошло, вот, ну, может, до одной четверти самого куска, оно стало очень плохо мылиться, в результате, я его просто отсложила, ну, может, так уже доделаю, как на кухню переложу, может, уже просто выкину, потому что невозможно стало, как-то пена какая-то, не пена, ничего, я не знаю, у меня вот не первый раз такое встречается, что мыло сначала такое кремовое, такое крутое, ну, покупное, а потом оно уже как-то не очень мылится, не очень мылится, я могу сама сделать, добавить туда кучу масел, оно будет полезное, питательное, но не очень мылится, так, и вот у меня еще от Аленки, вот такой гель для душа, тут на самом деле не особо много осталось, это Палмалиф Гурмес Па, клубничный смузи, гель-крем для душа с клубничным соком, и походу дела с зернышками, такими 250 миллилитров, он у меня как-то открывал, я его летом пару раз пользовал, потом еще как-то пользовала, и видимо просто забыла, когда и чего, но из-за того, что он вот такой флакончик, сделанный слегка непрозрачный, там не очень понятно, сколько еще осталось, и осталось на самом деле не очень много, я решила его все-таки заделать в кустые баночки, чтобы потом отдельное видео на него не снимать, не скажу, что он скрабирует хоть там эти зернышки, добавленные натуральные или нет, мелко порубленные, ну вот чисто по аромату, он действительно как клубника со сливками, даже на коже еще долго-долго сохраняется, часа 3-4, конкретно так, если никакими лосьонами потом не пользоваться, то очень хорошо сохраняется, а лосьонами после него пользоваться не надо, он не особо хорошо пенится, я люблю просто обильную пену, но он довольно такой интересный, он не скрабирует, ну вот я как говорила, я не заметила этого скрабирующего эффекта, именно вот чисто сам по себе аромат, он странненький немножко по консистенции, он кремовый, но он очень такой густой кремовый, вот допустим кремовые гели как от Эйвана, они совершенно по-другому выглядят, или кремовые гели от Эфраше, но такой интересный вариант, вот просто сам вариант попробовать, я никогда не пробовала эти, гели для душа Палмалиф, я вот пару раз может мило покупала Палмалиф, но я даже не знала, до того как Аленка мне подарила, что у них еще и гели для душа есть, но никогда не обращала внимания просто в магазинах, и вообще в магазинах, где такие массовые косметики, или как-то они называются, косметики для масс, ну вы потом в комментариях, это что подправить мне, я просто как-то не обращаю внимания, на вот то, что продается в магазинах, в тех же там Магнит, или Дикси, или Пятерочка, я туда за едой хожу, но не за вот таким вот, максимум жидкостью для снятия лака без ацетона, который продается в Магните, что-то там она около 40 рублей, что ли стоит, в общем вот такой у меня обзор, в этот раз пустых баночек, с одной стороны огромная такая батарея, как бы моя докладка сказала, с другой стороны получилось, что у меня вот что-то реально закончилось, именно в этом месяце, что-то я специально допользовала, а что-то у меня ушло мыть посуду, вот так, ну и еще вот эти два фаворитика духов, вообще у меня тут получат, по-моему, двое духов у меня в этот раз закончилось, ну а эти, я вообще думала, что у меня закончится быстрее, но вот я только отнутри пока вы делала, из 30, ну если тут 30 миллилитров, то 10 миллилитров я конкретно так и делала, в общем, если вам было интересен этот обзор, вы его осилили до конца, потому что он где-то минут на 30, наверное, вышел, или чуть меньше, то я очень рада, я не зря тут говорила на камеру со своим полубальным горлом, если вы что-то подчеркнули там, ну и соответственно, короче говоря, подписывайтесь на канал Насте Лукьяновой, за ее мыло, Насте Зарецкой, и Аленке, ну вообще, пишите комменты, ставьте лайки, дизлайки, если хотите, подписывайтесь на мой канал тоже, и всем спасибо, всем пока!